ЕГЭ Стоимость билета для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? Итак, для того, чтобы решить эту задачу, первонаперво надо вычислить, сколько стоит билет для школьника. Он стоит 50% от стоимости билета для взрослого. Для начала мы вспомним с вами, что такое процент. Процент это сотая часть числа. То есть 50% это 0,50. И для того, чтобы вычислить нам с вами стоимость билета для школьника, надо 720 умножить на 0,50. Если мы вычислим, то мы получим 360 рублей. Затем мы с вами составляем выражение. Значит, у нас с вами 2 взрослых. Значит, 720 умножаем на 2. И добавляем 360, умноженное на количество школьников. Школьников у нас с вами 15. И мы получаем общую сумму 6840 рублей. Задача номер 2. В школе 124 ученика изучают французский язык. Что составляет 25% от числа всех учеников. Сколько учеников учатся в школе. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо вспомнить нам с вами пропорцию. Итак, 124 ученика, изучающих французский язык. Это 25% от общего количества. Значит, нам нужно с вами найти 100% всех учеников. Мы берем его за х. Отсюда х равен. Значит, опять вспоминаем правило крестика. 124 умножить на 100 и поделить на 25. То есть, как действует правило крестика. Умножаем то, что можем умножить. И делим на то, что стоит на одной линии с х. На 25. Получаем, что у нас 496 учеников в школе. Задача номер 3. Только 94% из 27500 выпускников города правильно решили задачу B1. Сколько человек правильно решили задачу B1? Значит, как решается такая задача? Ну, мы опять вспоминаем с вами, что процент это сотая часть числа. Следовательно, 27500 мы умножаем на 94 сотых и получаем 25850. Кстати говоря, эту задачу можно решить по пропорции, так как мы делали это в предыдущем случае. Но я не буду рассматривать этот вариант. Номер 4. Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара? Тюльпаны стоят 60 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов. Такие задачи решаются по формуле. Все задачи, которые содержат в себе налоги, кредиты, банковские клады, решаются по следующей формуле. x равняется y умножить на 100 минус n и деленное на 100. Значит, y – это первоначальное количество денег, то есть то, что получил студент. n – это тот процент, который уходит в налоги. И x – это итоговая сумма, которую получит студент на руки. То есть, подставляя наше значение, мы запишем 700 умножаем на 100 минус 13 и деленное на 100. Получим, что на руки студент получит 609 рублей. Поскольку один тюльпан стоит 60 рублей за штуку, то мы 609 поделим на 60. Что мы получим? Мы получим, что у нас 10 целых и сколько-то в остатке. Ну, понятно, что тюльпан мы не можем купить, головку или листик отдельно, поэтому нас волнует, что всего мы можем купить 10 тюльпанов. Раз мы можем купить 10 тюльпанов, а букет должен содержать нечетное количество цветов, то в букете будет 9 штук. И ответ будет 9 тюльпанов. Номер 5. Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка по цене 300 рублей. При покупке двух футболок скидка на вторую 60%. Сколько рублей придется заплатить за покупку двух футболок? Значит, здесь мы опять записываем нашу формулу. х равняется у умножить на 100 минус n деленное на 100. Повторю еще раз. У это первоначальная цена второй футболки. n это скидка на нее, то есть 60%. Итак, как найти стоимость второй футболки? Значит, первая футболка стоила 300 рублей. Умножаем на 100 минус нашу скидку 60%. И деленное на 100. Получим, что наша футболка стоит 120 рублей. Вторым действием мы с вами сложим стоимость и первой футболки 300 рублей. И стоимость второй футболки 120 рублей. Итого 420 рублей. Задача номер 6. Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 12,5%. Выразите эту часть бюджета десятичной дроби. Напоминаю, что процент это сотая часть числа. Если бы у нас было 12%, то мы бы записали как 12 сотых. Но у нас с вами 12,5%. То есть на один знак после запятой больше. И мы можем написать тогда 125 тысячных. Почему тысячных? 100% да еще десятая доля процента. То есть добавляется один ноль. Другими словами, ноль целых сто двадцать пять тысячных. Это простая задача. Она встречается только в гео. Номер 7. Плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 2%. Сколько придется платить за ежемесячно за телефон в следующем году? Итак, записываем нашу формулу. Наш х мы можем получить по формуле у умножить на 100 минус n деленное на 100. Где у это первоначальная сумма, n количество процентов, с которыми мы будем работать. Значит, в данном случае плата увеличивается. Значит, вместо минуса будет плюс. Итак, плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. 340 умножаем на 100, прибавить 2% и деленное на 100. Получаем 346 целых 8 десятых. Это и является ответом. Задача номер 8. В начале 2010 года в поселке было 730 жителей. А в начале 2011 года их стало 803. На сколько процентов увеличилось число жителей за год? Итак, эту задачу можно решать классическим способом через пропорцию. А можем воспользоваться нашей формулой. Х равняется у на 100 плюс n деленное на 100. Как решается задача по пропорции, знают многие. Давайте рассмотрим, как решить эту задачу, используя уравнение. Итак, у нас стало 803 человека. Первоначально у нас было 730 человек. И мы добавляем 100, прибавить х деленное на 100. Для того, чтобы решить эту задачу, немножко упростим наше выражение. Умножим 803 на 100, получим 80300, равняется 730 умножить на скобочку 100 плюс х. Значит, 80300 делим на 730. Дальше вы решаете уравнение так, как вам удобно. Результат получается х равен 10. Население увеличилось на 10%. Задача номер 9. Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары. Стоимость участия в семинаре 3000 рублей с человека. Группам от организации предоставляются скидки от 3 до 10 человек 5%, более 10 человек 8%. Сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из 4 человек? Значит, мы читаем наше условие, что если от 3 до 10 человек, то 5%. То есть, эта группа получит скидку 5%. Итак, всего 4 человека, и они нам каждый платят по 3000 рублей. 4 умножить на 3000, получаем 12000 рублей. Теперь мы должны получить с вами скидку. Наша формула, которой мы уже привыкли использоваться, х равняется у умноженное на 100 минус n и деленное на 100. Чтобы получить окончательную сумму денег, мы подставляем наши данные в формулу. 12000 умножаем на 100 минус 5 и деленное на 100. Таким образом, мы получаем, что всего придется заплатить 11400 рублей. Задача номер 10. Вишня стоит 120 рублей за килограмм. А черешня 150 рублей за килограмм. На сколько процентов вишня дешевле черешни? Эта задача часто очень встречается при подготовке к экзаменам. И самое главное здесь увидеть, какой фрукт дешевле какого фрукта. В данном случае вишня дешевле черешни. Значит, задача решается относительно черешни. Лучше всего эту задачу решить пропорции. Итак, килограмм черешни стоит 150 рублей. 150 рублей это 100%. А вишня стоит 120 рублей. Мы не знаем, сколько это процентов, поэтому поставим х. Далее мы начинаем вычислять. Х равен... Умножаем то, что можем умножить. 120 умножить на 100 и поделить на 150. Получаем 80. Ну и наконец нам надо узнать, на сколько процентов дешевле от 100. Отнимаем 80 и получаем 20%. И ответ будет 20. Значит, эту задачу можно решить немножко по-другому. Сначала найти разницу между черешней и вишней. От 150 отнять 120. Получить 30. И затем сразу составить пропорцию, из которой потом получается ответ. Задача номер 11. Площадь садов фермерского хозяйства распределена следующим образом. Яблонями занято 7 гектаров. Грушами 24 гектара. Сколько примерно процентов площади садов занимают груши. Первый вариант 6,8%. Второй вариант 77%. Третий вариант 130%. И четвертый 0,8%. Ну для начала мы с вами узнаем, сколько вообще гектар занимают и яблони, и груши. Итак, 7 гектар прибавить 24 гектара. Мы с вами получаем 31 гектар. Затем мы уже с вами привыкли составлять пропорцию, чем мы сейчас и займемся. У нас есть груши и есть общее количество. 31 гектар. Это общее количество, значит это 100%. Груш у нас с вами 24 гектара. Значит и это х процентов. Чтобы найти х, мы должны с вами умножить то, что умножается. То есть 24 умножить на 100 и поделить на 31. Но вы скажете, да, задача не решается окончательно, не выполняется до конца деления. Значит, по дому мы выполним столько, сколько это возможно в столбик. Вот, например, первая цифра это 77,4 и многоточие. Но у нас и стоит вопрос, сколько примерно процентов площади садов. И мы видим, что во втором случае там стоит результат 77%. Значит, это то, что нам подходит и ответ в данном случае цифра 2.